Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Сегодня у меня есть возможность протестировать четыре навигационных системы на четырех различных приборах. Собственно, я давно хотел это сделать. Основная цель сегодняшнего теста будет определиться, какая из четырех навигационных программ наиболее оптимально подходит для езды по городским улицам. Город этот называется Санкт-Петербург. Я не берусь судить о картографии покрытия других регионов и мест нашей большой необъятной родины, а также других стран. Сейчас меня в первую очередь интересует, как мы будем перемещаться внутри Санкт-Петербурга. А помогут нам в этом четыре прибора. Это три стационарных автомобильных навигатора. Два из них предоставлены компанией Александр. Один из них производства Garmin. Это Newy 205. Я попросил его у друзей. И четвертый аппарат, который висит слева, это не что иное, как мой карманный Galaxy, на который тоже установлена навигационная программа и закреплена на обычном автомобильном держателе. На всех четырех моделях мы запустим четыре программы навигации. Это будет, естественно, на Garmin это будет сам Garmin. Дальше на одном из навигаторов Lexand будет запущена программа CityGit. Дальше на втором Lexand это будет навигационный сервис ProGorod. И на моем Galaxy будет стоять программа, которая называется I Go My Way. Собственно, вот по этим четырем системам мы попытаемся задать им одинаковый адрес, посмотреть, как они справятся с прокладкой маршрута, как они, насколько удобно вообще вводить маршрут, насколько они корректно ведут по этому маршруту, насколько вообще они производят впечатление целостных, приятных и таких, я бы сказал, собранных устройств, с помощью которых можно перемещаться по городу. Предлагаю начать. На всех приборах мы установим одну и ту же конечную точку. Пусть это будет улица Савушкина, дом номер 100. Итак, мы нажимаем выбор адреса. Здесь нам уже подсказка России, Санкт-Петербург, то есть это последняя точка, где он жил в своей жизни. Значит, я выбираю улицу Савушкина. Выбираю Савиной Савушкина. Нас устраивает улица Савушкина. Номер дома, к примеру, к примеру 100. Готово. Значит, сейчас номер дома отлично. Номер дома не найден. Но даже если он не нашел номер дома, он ставит приблизительно ту точку, которая соответствует положению с точки зрения нумерации домов. Хорошо, скажем, что нас все это устраивает. Вот мы, а вот, собственно, наша точка. То есть здесь достаточно сложное планирование маршрута и очень много вариантов, как туда проехать. Я нажимаю то, что я хочу выбрать маршрут. Маршрут наиболее быстрый. Он предлагает ехать по Петроградской набережной. По Песочной, по дону. Значит, нажимаем переход и вот таким вот образом он готов к навигации. Следующая модель – навигатор Lexant ST565HD. Он имеет диагональ экрана 5 дюймов, разрешение 800 на 480 точек. Нажимаем, значит, меню, поиск, поиск адреса. Выбираем регион России, Санкт-Петербург. Константиновский нас в данном случае не интересует. Нас интересует другой адрес. То же самое улица Савушкина. Набираем Сав, Савина и Савушкина. Номер дома точно так же задаем 100. Что нам скажет этот навигатор по поводу дома номер 100? А, он просто не дает поставить соответствующий. Ну, пусть это будет, не знаю, 103. Да, Савушкина 3 адрес присутствует. Интересный момент, тогда как здесь он просто не дал возможности выбрать этого номера дома. На iGo он сказал, пожалуйста, только такого дома не существует. Далее нам предложено три варианта маршрута. Удобный, простой, короткий. В данном случае он предлагает маршрут через Каменный остров, а не по Песочной набережной. Интересно, что будет, если мы нажмем простой маршрут? Простой маршрут предлагается точно так же, тем не менее, все равно через Каменный остров. Хорошо, пусть будет так. А короткий? Короткий маршрут вычисляется и тоже ведет через Каменный остров, но немножко другим путем. Мы предлагаем, точнее, мы выбираем удобный и нажимаем на клавишу ведения. Значит, вот таким вот образом выглядит навигационное меню про города. Следующий прибор – Aleksand SI515HD. Он тоже имеет диагональ 5 дюймов, имеет разрешение 800 на 480 точек. А здесь, напомню, установлена навигационная программа, которая называется CityGit. Здесь работает следующим образом. Он сразу предполагает, что мы находимся в Санкт-Петербурге и просит нас выбрать по улицу. Клавиатура несколько неряшливо оформлена. То есть, я должен выбрать, так же, как на телефоне, по низкой нажатии на каждую клавишу, САВУШКИНА. Есть дом номер 100. 103. Да, он тоже не дает выбрать несуществующий номер дома. Но 103-й дом, тем не менее, финиш. Здравствуйте, новый маршрут. Да, спасибо, что нашел новый маршрут. Переходим в режим отображения. Здесь, по всей вероятности, 3D появится тогда, когда мы поедем. Что интересно, CityGit не предлагает показать конечную точку и не предлагает каким-то образом продемонстрировать нам найденный маршрут. Он просто подразумевает, что он уже все решил за нас и предлагает нам ехать по выбранному маршруту. Следующий навигатор Garmin Neve 205. Имеет диагональ 4,3 дюйма. Мы выбираем, куда мы хотим попасть. Нажимаем адрес. Россия, город по буквам, будет называться у нас Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Улица Савушкина. Савушкина. И что нам скажет уважаемый Garmin насчет дома номер 100? Нажимаем готово. Ну, он просто съел это, он сказал, что не 100 нету, а есть 99 и 110. Ну, что-нибудь из этого выберем. Давайте выберем 110. В общем-то, нам не принципиально. Нажимаем пусс. Garmin тоже не показал нам конечную точку. Он тоже не предложил нам варианты прокладки маршрута. То есть, он уже так же, как и сетегид, все решил за нас. И предложил нам следовать вперед. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. И посмотрим, как будут себя вести эти навигаторы с точки зрения голосовых комментариев и ведения по реальному маршруту. Итак, поехали. Поедем мы таким образом, как предложил нам, собственно, навигатор по имени Garmin и навигатор по имени iGo. Поворачиваем направо, поворачиваем направо, поворачиваем направо. Отлично. Все друзья начали комментировать. Первый сказал iGoMyWay. Причем этот навигатор повторяет... Готовьтесь к крутому левому повороту через 540 метров. Так, давайте остановимся и прокомментируем, что мы слышим. Значит... Маршрут изменен. Спасибо. Сетегид однократно прокомментировал нам следующий маневр. И после этого предоставил нам самим свободу для передвижения и выбора самого маневра. Что касается iGo, то он это делает, как правило, за 200 метров и непосредственно перед совершением маневра. Про город и Garmin в данном случае промолчали. Ну, посмотрим, как это будет дальше. Начинаем двигаться. Далее. Так, вот что мы видим. Значит, на iGo у нас показывается следующий маневр и маневр следующий за следующим. Точно такую же информацию мы видим у навигатора про город. Готовьтесь к крутому левому повороту через 300 метров. Значит, iGo сказал крутой левый поворот. То есть он уточняющий, скажем так, дал информацию. Далее повторил, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это сказал... ...осходящий в повороте резко поверните налево. Опять это сказал iGo. Остальные хлопцы набрали в рот воды. Но, тем не менее, Garmin показывает то, что поворот происходит через 110 метров. Почему-то тот же самый поворот у сети гидов проходит через 94 метра. Те же самые 94 метра указываются на про городе. И 96 метров считает, что остается до поворота у навигатора с iGo. Пока стоим. По восприятию наиболее яркие и наиболее насыщенные цветовые схемы я наблюдаю у Garmin и у навигатора с iGo MyWay. Впрочем, у этих двух ребят тоже можно настроить достаточно контрастные темы. Но... Ворачиваем налево. Так, это у нас сети гид. Но, тем не менее, я хочу отметить, что с точки зрения насыщенности информации, картинки самой по себе цветовой схемы, у Garmin и у iGo они такие наиболее полные. На втором месте я бы поставил навигатор с навигационной системой про город. С точки зрения, скажем так, цветовой схемы. Да, кстати, на всех аппаратах я предварительно выбирал наиболее контрастную схему. Это не значит, что они могут показывать только так и никак иначе. А, скажем так, мы немножечко поиграли с режимом отображения. И то, что получилось, ну, вы видите сами. И, соответственно, последний навигатор, который бы я хотел отметить, на котором установлена программа CityGid, он имеет наиболее, я бы сказал, мягкую, нейтральную, я бы сказал, практически серую цветовую схему. Но зато он практически имеет наибольшее количество информации. То есть экран здесь испещрен всевозможными данными, начиная с номеров домов, названия всех улиц и прочих объектов любой другой информации, другого характера, которая нам нужна для навигации, для совершения маршрута. Что касается прогорода, значит, обратимся к нему. Как видим, здесь тоже рисуются контуры домов вместе с номерами. То есть каждый номер дома пронумерован, поставлена цифра сверху. Ситуация с... Ситуация с iGo, значит, контуры домов есть, междворовые проезды тоже присутствуют. Информации достаточно много, но вот такие всплывающие в квадратиках названия улиц, во-первых, появляются не на всех улицах, которые есть на экране, а во-вторых, с собой они закрывают часть информации. Кстати, могу сказать, что на прогороде та же самая ситуация. То есть не все улицы отображаются. Например, вот это у нас Левашовский проспект, и Левашовский проспект, хотя нет, вот он видится, но здесь он закрывается надписью, что нам нужно на набережную Адмирала Лазарева повернуть. Думаю, что кто-то из этих ребят вдохновлялся друг дружкой. Возможно, что Прогород наблюдал за iGo, а возможно, что iGo наблюдал за Прогородом. Но что-то мне подсказывает, что все-таки iGo появилось несколько раньше, чем навигационный сервис Прогород. Скорее всего, Прогород слезал в такой стиль отображения у iGo. А вот непосредственно маневр в момент совершения. Кто-нибудь будет что-нибудь говорить? Никто. Значит, все четыре прибора как-то прокомментировали наш следующий маневр. А при этом, что интересно, навигатор Garmin решил, что нам есть смысл повернуть направо, на улицу профессора Попова, при том, что все остальные приборы ведут нас прямо. Такой, я бы сказал, достаточно странный маневр, в котором лично я не вижу никакого смысла, потому что я заранее знаю тот маршрут, который нас сейчас устраивает и нам интересен. Вот, дама из компании Garmin предложила нам повернуть направо, но мы продолжаем двигаться прямо. Значит, кстати, что касается меню Garmin, а лично мне оно нравится меньше всех, то есть какие-то неряшливые контуры домов. Пересчет маршрута. Достаточно... Длинаемся 250 метров, Затем поворачиваем направо. Достаточно рваная схема отображения. Ага, вот навигатор SciGo только что сказал нам о том, что мы превышаем допустимую скорость. То есть здесь предусмотрены сервисы по контролю за текущей скоростью. И таким образом мы можем поставить, запретить или ограничить ему какие-либо комментарии насчет того, с какой скоростью мы движемся. Все остальные навигаторы пока на этот счет никаких комментариев не предлагают. Возможно, что мне удастся немножечко изменить масштаб изображения, потому как здесь информация наиболее скудна. Да, вот так вот, наверное, будет чуть лучше, и они будут уже больше соответствовать друг дружке. Значит, что еще хочется сказать, например, про тот же самый ProGoro. То, что он старается отрисовывать ближайшие домики уже в 3D, но при этом само по себе схема достаточно блеклая. И, например, междворовые проезды здесь практически не видны, ему уделяется совершенно второстепенное внимание. На Ситигиде, например, 16-й дом, показано, что вокруг него присутствует дорожка междворовой проезды. И таким образом, даже если мы въедем вот в этот самый двор, то есть вероятность, что мы сможем закончить маневр и выехать на другую улицу через междворовый проезд. Информацию, которую мы получаем на Гармине, она совершенно безобразная, потому что здесь мы видим просто какой-то набор, я бы так сказал, набор разбросанных цветовых пятен. И ничего, кроме того, что это набережная, это Малая Невка, а это улица Гротта, я не получаю. Похожую информацию я вижу и на навигаторе с iGo. Здесь я наблюдаю наш маршрут, я наблюдаю, опять же, контуры домов, набираю междворовые проезды, но, например, то, что можно заехать за этот дом и проехать через двор, так как совершенно четко и наглядно на навигаторе сетигидом, например, я не вижу. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Уезжаем на дорогу. Движемся. Итак, три навигатора, включая iGo, про город и сетигид, ведут нас налево, так как мы планировали по нашему маршруту. А вот, уважаемые ребята из Гармина, все равно нас хотят везти куда-то направо. Зачем такой сложный объезд, я не очень понимаю. А что, если мы сейчас не вернем направо, так же, как нам предлагает Гармина? В теории все три оставшихся должны перерассчитать маршрут. Смотрим, что происходит. Готовьтесь, Гармина. Готовьтесь, Гармина. Начинаем с до 50 лет, затем поворачиваем на маршруту. Да, все взбламутились. При том, что интересно, сейчас я попробую притормозить, и прокомментировать вам то, что я вижу. Навигатор с iGo придумал альтернативный маршрут, повернуть на улицу профессора Попова, дальше выйти на Каменностровский и поехать туда, куда мы первоначально хотели ехать. Навигатор с прогородом просто предлагает на ближайшем перекрестке нам развернуться и по этой же самой улице, по которой мы сейчас едем, вернуться назад. Точно такую же схему, а хотя нет, нет, не так, извините. Похоже, так же, как и на iGo, методику движения предлагает и CTG, то есть повернуть налево на профессора Попова и дальше уйти снова налево на Каменностровский. Что касается Garmin, то вообще здесь очень странная ситуация. Он тоже предлагает уйти на профессора Попова налево, но вот почему-то дальше проехать прямо. То есть у него совершенно какая-то своя логика. Я не очень себе представляю, как он себя ведет. Но в целом ситуация примерно понятна. То есть все они так или иначе комментируют свои действия, и все они ведут разными путями, но к конечной цели. Едем дальше. Через 250 метров поворачиваем налево. Это у нас командует Garmin. Все остальные пока молчат. Ну, что нам скажут друзья? Это iGo. CityGid. Затем поверните налево. Поворачиваем налево. Ну, в общем, более или менее. Хотя, опять же, если честно, что касается голосовых комментариев, наверное, наиболее подробные комментарии я все-таки слышу из iGo. То есть, вы помните, он сказал крутой поворот налево. Далее, самые, скажем так... Через 190 метров поверните налево. Самый неказистый комментарий, пожалуй, у навигатора по фамилии Garmin. Он, скажем так, просто командует поверни налево, двигаемся направо. Немножечко не по-русски. Что касается прогорода CityGid, то здесь по восприятию примерно одинаково. Итак, мы не будем поворачивать налево так, как нам предлагают навигационные системы, потому что мне не очень хочется выезжать на забитой машинами. Мы будем разворачиваться. Отлично, маршрут изменен. Так, сейчас мы аккуратненько отъедем назад. И уедем обратно. Как быстро сориентируются наши друзья. Первый сориентировался CityGid. Дальше iGo. Дольше всех думает про город. Вот и про город очнулся. Ну, в принципе, все примерно понятно. Ага. Почему-то он предлагает обратить внимание про город о том, что здесь пункт ДПС. Ну, на самом деле, здесь действительно стоит такая стационарная будочка, где периодически стоит регулировщик, но есть ли смысл нам об этом сообщать? В данном случае я не вижу необходимости. Вот если бы про город предупреждал нас, например, о засадах или каких-то местах, где установлены крупные стационарные пункты полиции, то это было бы, конечно, интереснее. Значит, мы не поедем к конечной точке. Понятно, что так или иначе они нас туда приведут, потому что эта конечная точка находится не очень удобно, и там сейчас довольно много автомобилей, несмотря на то, что у нас уже практически ночь. 12-й час ночи сейчас в Питере. Добро пожаловать в летние ночи. Сейчас я припаркуюсь и поделюсь собственными комментариями по поводу того, что я вижу и какие ощущения я получил от езды с помощью этих приборов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, я думаю, что эксперимент удался. Сейчас пора куда-то припарковаться и сделать некоторые выводы. Выводы будут следующие. Маршрут прокладывают навигаторы примерно с одной скоростью. Последним, я бы сказал так, аутсайдером, но это за опаздывающим буквально на пару секунд. Это навигационный сервис «Про город». Как-то мне показалось, что этот навигатор дольше всех думает, хотя, в общем, достаточно очевидная история. Если мы попадем куда-нибудь, не дай бог, с маршрутом длиной километров 300, я предполагаю, что будет думать гораздо дольше по прокладыванию нового маршрута. Что касается отображения. Наиболее ляпистый и неряшливый, опять-таки повторюсь, «Гармен». Мне не нравятся вот такие жирные стрелки. Конечно, здесь основной акцент сделан на то, что подсветить вот таким вот сиреневым цветом сам маршрут и то, куда ехать, как двигаться. Но, тем не менее, информация очень скудна, информации мало, только следующий маневр, текущая скорость и время прибытия. Все это выглядит достаточно, скажем так, аскетично. Следующий экран, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это экран Александра, на котором запущена программа CityGeed. Что касается CityGeed, самое нейтральное отображение информации, значит, четко виден маршрут, видны контуры домов, видны все придорожные дорожки, по которым можно двигаться внутри дворовых проездов. В принципе, к нему нет никаких претензий, нейтральные комментарии, ни хорошие, ни плохие. То есть, ездить по нему можно и, в общем-то, никаких проблем это не доставляет. Что касается прогорода, с одной стороны, ребята сделали претензию на то, что у них практически все в 3D, обратите внимание, что все домики, к которым он приближается менее чем на 500 метров, сразу становятся трехмерными. Если мы приблизим несколько ближе, то вы можете сами на эту тему понаблюдать. Вот так вот он все это рисует, показывает номера домов, показывает какие-то флажки. Но, тем не менее, само восприятие информации, хотя ее тут достаточно много, оно все-таки несколько недодумано. Лично я, скажем так, голосую за ту программу, которую поставил себе на Galaxy. Программа, еще раз напомню, называется iGo My Way. Чем нравится мне она? Ну, во-первых, мне нравится то, как он говорит. То есть, здесь достаточно мощный словарный запас у встроенного там дяденьки, либо тетеньки. Это уже на ваше усмотрение. Еще одним плюсом навигатора с iGo является то, что есть карты практически всей Европы, и все эти карты шатридиное полотно. То есть, находясь здесь, например, в Питере, я могу задать точку, что он говорит о Финляндии, и он меня поведет прямо с этой точки в Хельсинки или в любой другой город, прямо к подъезду к номеру дома, который я задам. А ни один другой навигатор пока этого сделать не может. Правда, сейчас компания Navitel выпускает карту Финляндии, Южной Финляндии и России, которые, скорее всего, должны будут как-то стыковаться, и тогда можно будет попробовать в деле и его. К сожалению, навигатор с Navitel у нас в тесте не участвовал, но в силу того, что просто здесь мне не удалось достать к тесту пятый аппарат. Многие хвалят Navitel, многие хвалят за картографию, в том числе и по России. Повторю еще раз, что конкретный выбор того навигатора, с которым будете ездить вы, естественно, остается за вами в силу того, что далеко не все компании, выпускающие вот эти самые навигационные программы, имеют, например, поддержку вашего региона. То есть, к примеру, если вы находитесь в Омске, то вам нужно уже исходить из того, у каких навигаторов есть покрытие Омска, и только от них уже плясать и прыгать. В данном тесте, в этом видео я просто хотел показать вам возможности современных систем. Естественно, все они могут показывать не только в 3D, но и в 2D, но мне, например, как-то больше нравится видеть такую полумультяшную картинку, в которой я вижу фактически так дорогу, как она выглядит в реальности. Вот, собственно, и все, что я вам сегодня хотел сказать про современные способы навигации в автомобиле. Конечно, систем может быть больше, мы не учли таких грандов, как компания TomTom, например. Ну, в общем, может быть, мы сделаем какой-то обширный тест и заставим навигаторами все лобовое стекло, наберем их максимальное количество. Но общий принцип, я думаю, понятный. Для себя я сделал выводы, что iGo очень неплох, и на фоне всех остальных смотрится достаточно хорошо. Garmin, несмотря на то, что это действительно мощный бренд, и у них огромное количество денег, они до сих пор не могут сделать нормальный голосовой комментарий и нормальный режим отображения карты, потому что, что я вижу, мне очень нравится. Меня очень приятно поразил CTGid, и, наверное, не очень сильно меня порадовал ProGoro. Я много про него читал, слышал, и, честно говоря, хотел попробовать, как он в деле. Но в деле он пока все-таки сыроват. Я думаю, что если ребята попробуют подумать насчет именно информационной насыщенности и, скажем так, юзабилити, то есть качеством отрисовки информации на экране, может быть, это будет более качественный и более правильный подход к картографии. Ну, собственно, что? Хочу сказать спасибо нашему режиссеру за то, что дал мне на растерзание автомобиль, для того, чтобы я на нем поездил по ночному Питеру. Еще раз повторюсь, спасибо компании Lexan за то, что дали мне навигаторы. Спасибо самому себе за то, что я вытащил из кармана и повесил Galaxy S2. Ну и, соответственно, Garmin тут уже, как бы, в этой машине, можно сказать, прибит гвоздями. Вот, собственно, все, что я вам хотел сказать. И спасибо, конечно, вам за то, что смотрите Mobile M.Ho. Будем экспериментировать и дальше. Всего доброго. До свидания.